Уже несколько дней на озёрах в Донченах, Немаренах и Сурученах ютятся стаи пеликанов. Полюбоваться на это, казалось бы, обычное явление приезжают не только жители близлежащих сёл, но и кишинёвцы. Птицы завораживают своей красотой и мощью. Арендаторам водоёмов незваные гости с завидным аппетитом доставили немало хлопот. Здесь выросли мои родители, бабушки и дедушки. Никогда такой красоты не видели. Когда на озёрах в Немаренах и Сурученах слетаются стаи, то из города приезжают семьи. Все так счастливы видеть этих птиц, снимают их. Но начали стрелять, взрывать непонятно что, мы не знаем. Женщина уверена, что громкие выстрелы испугали птицы. Теперь их поведение изменилось. Я сама видела, что творится беззаконие, но вмешиваться не могу. Птицы летали как сумасшедшие, словно потерянные. И другие жители, с кем нам удалось побеседовать, также полагают, что методы, используемые владельцами озёр, чтобы отпугнуть птицы, не дать им съесть рыбу, слишком жестокие. Вчера с утра начали стрелять. Мы заметили несколько человек в лодке, они стреляли в воздух. Или по ним, непонятно. Нам бы хотелось наблюдать такое красивое явление таких птиц. Это могло бы стать туристическим направлением. Председатель Национальной ассоциации рыбоводов Молдовы, ответственной за содержание мясных озёр, говорит, что другого выхода нет. По словам Виктора Борте, производители несут огромные потери из-за того, что сотни птиц буквально съедают всю рыбу на озёрах. Мы столкнулись с подобной проблемой впервые. Это колоссальное количество птиц. Они мигрируют с дельты Дуная, чтобы питаться. Нам известно, что гласит закон. И мы их не убиваем, а лишь пугаем хлопушками. Это критическая ситуация. Мы не знаем, что делать дальше. Пеликаны внесены в Красную книгу Молдовы. Как говорят специалисты, в это время года стаи готовятся к зимовке и ищут места, где по пути можно полакомиться рыбой и отдохнуть.